Установка локального сервера. Локальный сервер — это специальное программное обеспечение, позволяющее веб-разработчикам создавать динамические сайты и приложения на локальном компьютере без необходимости выхода в интернет. Такое программное обеспечение имеется почти на каждом веб-сервере, предоставляющем услуги хостинга. Однако на компьютере рядового пользователя его необходимо дополнительно устанавливать. Существует множество решений для развертывания локального сервера на домашнем компьютере. Самый распространенный в мире сервер — Apache HTTP Server. Он по праву занимает первое место. Основными достоинствами Apache считаются надежность и гибкость конфигурации. Существует более 400 модулей для него, выполняющих самые разные функции и значительно расширяющие возможности сервера. Вторым плюсом Apache является кросс-платформенность. Проще говоря, этот сервер может работать под любой операционной системой. На втором месте — сервер от компании Microsoft. Многофункциональный сервер IIS — Internet Information Server, работающий на базе операционных систем семейства Microsoft Windows NT. Данный сервер также обладает мощными средствами администрирования и диагностики, однако не столь гибок и надежен, как Apache. В нашем видеокурсе мы рассмотрим разработку российских программистов, пакет Denver, использующий технологию Apache. Denver включает в себя набор всех необходимых дистрибутивов. Apache, PHP, MySQL, Perl и так далее. Программную оболочку, используемую веб-разработчиками для создания динамических сайтов и удобный инсталлятор. Главное достоинство Denver — удобство при удаленной работе сразу над несколькими независимыми проектами и возможность размещения на флеш-накопителе. Denver прост, быстр и русифицирован. Найти нужный нам установочный файл можно на сайте проекта. Нажимаем «Скачать Denver» и видим, что скачать этот продукт можно только заполнив регистрационную форму. Указать свое имя, фамилию и почтовый адрес. Заполнив ее и нажав кнопку «Получить ссылку для скачивания», мы получим в указанной при регистрации почтовый ящик письмо со ссылкой для скачивания Denver. Итак, заходим в почтовый ящик, открываем письмо с сайта Denver. Перейдя по ссылке «Загрузки», мы окажемся на странице, где через несколько секунд ожидания нам будет предложено сохранить файл. Если же этого по каким-либо причинам не произошло, можно попробовать загрузить файл вручную, нажав на ссылку под словосочетанием «Нажмите сюда». Запускаем загруженный файл и следуем инструкциям по установке. Для проверки всех необходимых компонентов инсталлятор откроет окно браузера. Для продолжения установки его необходимо закрыть и нажать Enter. Следующий шаг — выбор директории для установки локального сервера. Укажем в строке ввода полный адрес директории на том месте диска, где желаем разместить наш сервер. Обратите внимание, что сервер можно устанавливать не только на жесткий диск, но и, к примеру, на флеш-накопитель. Можно и согласиться на стандартный предложенный путь. В этом случае достаточно просто нажать клавишу Enter. В процессе установки инсталлятор создаст в системе виртуальный диск. По умолчанию его буква «Идентификатор» будет последней буквой английского алфавита — Z. В процессе установки эту букву можно изменить на произвольную, но мы не рекомендовали бы этого делать, чтобы избежать возможных конфликтов с другими накопителями, уже присутствующими в системе. Следующий шаг — копирование необходимых файлов в указанную ранее директорию. Для подтверждения согласия на этот процесс нажимаем «Ввод». По окончанию установки Денвер предложит два варианта запуска виртуального сервера. В первом режиме при загрузке операционной системы будет создан виртуальный диск. Запуск сервера в этом случае будет осуществляться вручную, при помощи ярлыка на рабочем столе. При завершении работы Денвера виртуальный диск отключаться не будет. Данный режим рекомендуется применять, если вы собираетесь использовать виртуальный диск, не запуская сервера. Второй режим отличается тем, что при загрузке операционной системы виртуальный диск не создается. Он запускается вместе с сервером с ярлыка на рабочем столе, и после остановки работы сервера будет отключен. Таким образом, в этом режиме при неактивном Денвере у нас не будет доступа к виртуальному диску. Для начинающих веб-мастеров мы рекомендовали бы выбрать первый вариант, так как он более удобен для работы. Кроме того, некоторые версии Windows могут требовать перезагрузки при отключении виртуального диска, а это было бы неудобно. Заключительный этап установки — создание ярлыков на рабочем столе. Мы рекомендуем согласиться с этим пунктом инсталляции, нажав клавишу «Yes» и «Inter». Денвер разместит на рабочем столе три ярлыка. «Старт Денвер» для запуска сервера, «Рестарт Денвер» для его перезагрузки и «Стоп Денвер» для остановки сервера. После создания ярлыков приложение откроет в браузере страницу, сообщающую об успешной установке Денвера и дающую краткие инструкции для работы с локальным сервером. Во время установки ярлыки могут не появиться на рабочем столе, что иногда происходит в операционной системе Windows XP, если аккаунт пользователя содержит русские буквы. В этом случае необходимые ярлыки придется создать вручную. Для этого зайдем в директорию, где установлен сервер и найдем папку «Денвер» с файлами «Run.exe», «Restart.exe» и «Stop.exe». На них и должны ввести ярлыки «Запуск», «Рестарт» и «Стоп». Запустим локальный сервер, нажав на ярлычок «Старт Денвер». Проверить, все ли правильно установилось, можно открыв браузер и введя в адресную строку «Локал хост». В случае, если сервер установлен и работает успешно, перед нами появится тестовая страница сервера. Если при наборе в браузере «Локал хост» будет выведена ошибка, нужно проверить, не использует ли наш браузер работу через прокси-сервер. Для этого зайдем в пункт «Меню браузера сервис». В открывшемся списке выберем «Свойства обозревателя». В открывшемся окне необходимо перейти на вкладку «Подключение» и нажать кнопку «Настройки сети». В открывшемся окне убираем галочку с пункта «Использовать прокси-сервер» для локальных подключений. Если вы используете операционную систему Windows Vista, то по умолчанию в настройках системы может быть выставлен высокий уровень безопасности, ограничивающий доступ к системному диску. Это может привести к неработоспособности Денвера, так как наш сервер при работе обращается к файлу «hosts», обычно расположенному по адресу «disk-c», «windows», «system32», «drivers», etc., и пытается изменить его содержимое, дополнив нужными записями. В этом случае для корректной работы локального сервера нам потребуется вручную изменить атрибуты данного файла. Для этого, найдя этот файл в папке Windows, нажмем на нем правую клавишу мыши и в открывшемся контекстном меню выберем пункт «Свойства». В открывшемся окне на вкладке «Общие» расположены несколько галочек. Нам нужно убрать их с атрибутов «Только для чтения» и «Скрытый». Если нужного файла в данной папке не видно, откроем пункт «Меню Сервис» и в выпавшем списке выберем «Свойства папки». В открывшемся окне перейдем на вкладку «Вид» и поставим галочку напротив опции «Показывать скрытые файлы и папки» и активируем выбранные установки, нажав кнопку «Применить» и «Ок». Итак, мы установили и запустили Denver. Ключевая особенность этого сервера — возможность работы сразу с несколькими проектами, каждый из которых расположен на отдельном виртуальном хосте. По умолчанию, после установки Denver запустит несколько демонстрационных виртуальных сайтов, но при желании мы можем создать новые сайты с произвольным названием. Для этого достаточно скопировать файлы сайта, с которым мы планируем работать, на виртуальный диск в папку «Home», «Имя проекта», «Тройную W» и перезапустить сервер. Проект станет доступен по адресу http «Имя проекта». При этом имя проекта может быть абсолютно каким угодно. Повторять название реального сайта или быть полностью вымышленным. Если название проекта будет повторять название существующего сайта, при его наборе вы будете попадать не на сайт оригинал, а на свой домашний проект. Помните, что создание доменных имен в Denver по сути обман Windows, а никак не регистрация в службе DNS реальных доменных имен. В связи с этим, сайты, запущенные в Denver и видимые на нашем компьютере, вовсе не обязательно доступны из локальной сети. Конечно, Denver может служить и неким подобием хостинга, предоставляя доступ к сайту другим пользователям сети по прямому IP-адресу или через доменное имя, направленное на определенный IP-адрес. Для этого достаточно одну из директорий проектов вместо вымышленного адреса в стиле «Site.ru» назвать вашим внешним IP-адресом. Узнать этот адрес можно, к примеру, на сайте 2ip.ru. Однако мы категорически не советовали бы этого делать начинающим веб-мастерам. Ведь в случае недостаточного знания особенности настройки серверов, открывая к своему компьютеру подобный доступ, вы рискуете потерять ценные данные в результате хакерского вторжения. Не используйте эту возможность, не изучив детально способы и методы ограничения прав доступа для потенциальных посетителей вашего домашнего хостинга. Субтитры создавал DimaTorzok